Полки торгового зала буквально ломятся, все в наличии, включая даже те группы товаров, которые еще на минувшей неделе пользовались повышенным спросом со стороны покупателей. А их в гипермаркете немало, но судя по наличию продуктов в корзинах, ажиотаж спал и массовая истерия отступила. На самом деле все есть в магазинах. Я думаю, что это глупо набирать, моль разводить эти крупы и все прочее. Алена и Феррас в магазин за покупками выбираются только тогда, когда это действительно необходимо. Ребята признались честно, туалетную бумагу с полок не сметали. Мы стараемся до паники не поддаваться. Купили в пределах разумного. Вот, вот. В отличие от юных участниц киношколы, девчонки решили даже снять по этому поводу видеоролик. Девчонки, кто вас этим всем завалил? Мамы. Мамы. Мы снимали лайк в киношколу. А мы идем дальше. Ни одной пустой полки увидеть нам пока так и не удалось. Вот знаменитый наш продукт. Сейчас мы вам покажем. Гречка. Кстати, кто-то с ней сейчас использует ее в качестве утяжелителя. Выполняет дома зарядку, физкультуру. Да, использует гречку, потому что у всех теперь просто стратегический запас этой крупы. Причем гречка, смотрите, разных видов. Вот одна простая. Гречка экстра есть, я вижу. Павел Вячеславович, а вы вот в привычной жизни дома едите гречку? Какие блюда любите с этой крупой? Гречку ем. Я сейчас нахожусь на посту и гречку ем. Ну, не в больших количествах. Грибы, лук, да. В корзине у Натальи все самое необходимое. И даже пакет гречки. Ну, а как без нее? Самая ходовая крупа в это время. У меня все самое необходимое. Вообще колбаса на бутерброды, мука и яйца с собой взять на дачу. Все, я больше ничего брать не собираюсь. Хотела еще взять курицу. Все. Мы находимся, кстати, около прилавка с курицей. Давайте посмотрим, да, все ли есть наличие. Филе куриное, филе цыпленка, 270 рублей, петеленка, кстати. Индейка тоже представлена. Бедра. Ну, все эти продукты, те, которые мы привыкли ежедневным, они все присутствуют на полке. И я вижу в достаточном количестве. Их еще подвозят. Мы с вами еще прошли колбасный отдел. Достаточно много колбасы совершенно разной. И вареный, и сыр копченый. Она все есть. Но надо сказать, что мы видели и отделы со свежими овощами, и фруктами, и сухофруктами, и чай, кофе, конфеты. Вообще, в принципе, все в наличии. Вот все то, что мы привыкли каждый день видеть на своем столе, все в наличии. Все в наличии. Полки торгового зала полные. А как дело обстоит в складских помещениях, здесь тоже все в полном порядке. Можете наблюдать, да, склады полные, товар есть, потребность перекроем. Кстати, ведется мониторинг не только наличия продуктов, но и ценовая политика. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.